Тема, как там на сегодня у нас, о заглавном электромагнитное поле и квантовая некоммутативность и геонетических объектов тут не случайно, обратите внимание написал объект в единственном числе что в каком-то смысле некоммутативность операторов координат импульса в квантовой механике и электромагнитное поле это проявления разные проявления одного и того же объекта во всяком случае на них можно так смотреть так какие у нас сейчас здесь курсы представлены первый первый, третий четвертый и второй понятно, то есть что такое калибровочные поля как посмотреть на электромагнитное поле как на калибровочное ясно, что надо несколько слов сказать начать тут, наверное, имеет смысл с самого-самого начала с того, что в квантовой механике помимо вероятностей есть такое фундаментальное понятие как амплитуда вероятности амплитуда вероятности это комплексное число а если его взять по моду на квадрате то это будет вероятность или плотность вероятности и в частности всем вам хорошо известная волновая функция 50х что это такое? это амплитуда вероятности обнаружить частицу в точке х для всех возможных х если, соответственно, полновая функция это амплитуда вероятности соответственно, кси от х по модулю в квадрате это рот при этом у нас есть вы понимаете комплексное число точек на плоскости и вот длинная отрезка соединяющая эту точку с началом координат вот этот отрезок это модуля а этот угол это аргумент и когда мы возводим комплексное число по модулю в квадрате ту информацию об аргументе о том, куда этот отрезок на плоскости направлен мы теряли причем у нас есть симметрия у1 ну, то есть что это такое у1 это множество комплексных чисел по модулю равных единице и если мы будем умножать нашу нормальную функцию на элемент у1 то есть на единичные комплексные числа то понятно, что будет при умножении на такое комплексное число у нас плоскость поворачивается это е в степени и фи и умножение а на з модуль а е в степени аргумент а на есть степени и φ мы видим, что этот угол φ добавляется к аргументу нашего комплексного числа и если мы каждую точку в комплексной плоскости умножим на элементу 1 то вся плоскость целиком повернется и квантовая верховая нюханника устроена так, что если мы возьмем psi от x и возьмем е степени альфа на psi от x то эти две волновые функции год и к ноль никакой опыт не позволит одну отличить от другого это видно хотя бы из того, что все средние и все вероятности в квантовой механике могут быть представлены в виде какой-то комбинации матричных элементов которые устроены вот так psi на какой-то оператор не знаю на psi и поскольку здесь psi присутствует два раза один раз комплексно сопряженное то если мы множим его на фазовую множитель то сопряженное множится на обратную фазовую множитель и в итоге все сокращивается это называется глобальная калибровочная симметрия когда одной и той же симметрии подвергается лобовая функция во всех точках однако есть еще то, что называют группой этой симметрии есть еще так называемая локальная калибровочная симметрия локальная калибровочная симметрия это когда у нас есть в степени и альфа вот это вот вещественное показание число альфа оно еще зависит от точки потому что, казалось бы, с точки зрения написания плотности и вероятности мы же можем взять фазовую множитель разменяющуюся от точки к точке и ρ от x не изменится поэтому казалось бы, можно было бы вот такую вот взять фазовую множитель это называется локальная калибровочная преобразователь в той же самой группе вводим но тогда понятно, что ρ от x не изменится но зато изменится иначе, чем умножение на такой множитель изменится производная от волновой функции то есть если мы напишем это вот все а возьмем еще и вот эту все от x про дифференцию d по 3x e в степени и альфа x все будет по правилу по правилу два слагаевых в одном мы дифференцируем саму волновую функцию а в другом слагаевом нам надо будет вместо волновой функции предифференцировать экспонент и тогда что получится так d по dx от e альфа от x и в степени и альфа x и все и получается что все волновые функции мы преобразуем при локальной калибровочной преобразовании они вот так а производные производные ведутся иначе но тут приходит на помощь идея которая в физику пришла наверное с общей теорией относительности что может быть простая производная а может быть ковыряная с чем это связано если вот у нас мы дифференцируем какой-то вектор векторное поле и векторное поле во всех точках задана с помощью одного и того же базиса тогда что бы в вектерное поле мы просто его компоненты дифференцировали ни о чём а если базис меняется от точки то что тогда то при продифференцировать векторная Bei надо продифференцировать не только компоненты вектора. Надо не забыть продифференцировать базисы. То есть вот у нас есть вектор. В-вектор это сумма АК ВКТ на ЕКТ-вектор. Если мы дифференцируем векторное поле, то надо дифференцировать всю сумму. И получается, что по правилу лейницы два члена, в одном члене мы дифференцируем компоненты вектора, а в другом члене мы дифференцируем самим базисным вектором. А в данном случае комплексное числовие это тоже вектор. Это двумерный вектор. Вот мы его стрелочки на плоскости задаем. И если мы умножаем нашу волновую функцию на Е в степени альфа, где альфа констант, это значит, что для всех иксов мы базис в этой комплексной плоскости повернули на одинаковую. А если альфа у нас зависит от икса, это значит, что для разных иксов в комплексной плоскости мы повернули на разный ух. И получается, что в каждой точке икс у нас для волновой функции, живущей в этой точке, для значения волновой функции данной точки, свой собственный базис. И поэтому при дифференцировании нам надо учитывать еще и это. Это таким образом нам надо модифицировать нашу произвольную. То есть вот тут я написал d по dx вот такими вот кругленькими, маленькими на d. А давайте ведем по определению d по dx, где d напишет d большую. и назовем это ковриантной производной, которая учитывает зависимость базиса отточки. Тогда она будет состоять из обочинопроизводной плюс плюс добавка, которую обозначим как ненавт. И тогда мы можем сказать, что вот вот так преобразуется волновая функция, но при этом одновременно разменяется вот это а, но учитывая дифференцирование базиса. Если базис от точки к точке меняется по-другому, то это а тоже должно преобразовываться. и мы припишем вот такое злое преобразование, чтобы... так давайте тут только букву припишем... x-катая, 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 а-катая. В конце концов, x у нас может быть многомерный. И тогда, секундочку, что тут нам надо написать? а фраза к-катая, x, x, x-катая, x-катая. И тогда, если мы будем писать преобразование для ковырятной производной, то это будет е в степени а в ковырятной производной, то есть в ковырятной производной есть еще один человек, и его изменение при преобразовании, вот при нашем калибровочном пространстве преобразовании, вот такая ковырятная добавка компенсирует в точности вот эту добавку. И получается, что тогда ковырятная производная при калибровочном преобразовании преобразуется точно так же, как волновая функция. То есть тоже умножение на такой разовещает координат вазовой мурии. Казалось бы, при чем здесь электромагнитная пульс? Однако мы сейчас увидим, что вот эта добавка, это оно и есть. В чем это я вдруг завел речь про производные от волновых функций? Ну, дело в том, что в квантовой механике каждое наблюдаемое величине или попросту наблюдаемое соответствует некий оператор. Оператор – это как матрица. Он действует на волновую функцию линейным образом и превращает ее в какую-то другую волновую функцию. Волновая функция – это как вектор в бесконечном мерном пространстве. Пси от х – это компоненты этого вектора номер х. Что такое матрица? Матрица действует на столбец, на вектор, и превращает его в другой столбец, другой вектор, который от исходного столбца зависит линейным. Линейный оператор – то же самое, только функциональное пространство. Но, в общем-то, функция – это тоже вектор, их тоже можно умножать на числа, их тоже можно складывать. И если у нас волновая функция представлена как пси от х, тогда оператор координаты х координаты действует просто путем умножения на координату. А оператор импульса – это минус и аш, дэто до х. С точностью до множителя минус и аш – это оператор, производный в соответствующей координате. А раз мы сказали, что теперь у нас производные непростые, а коврятные, то здесь тоже у нас появилось коврятное производство. Дальше мы поиски – это минус и аш, дэто до х, 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 дэто до х и дэто до х. то есть что мы видим что то что наш обобщенный импульс это то что было импульсом раньше я обозначу это маленькой буквой P плюс к нему добавляется аккатор от X что же это за штука когда у нас к импульсу прибавляется какое-то векторное то есть например если мы захотим написать кинетическую энергию то какое тогда надо будет писать? секундочку так потому что кинетическая энергия будет выражаться через прежний так что тут надо написать P вектор минус A вектор в квадрате на двое назовем это как габильтене квадраты то есть это векторное поле A оно влазит в габильтене можно взять и классический габильтене H без крышки H без крышки от Xp это то же самое только без крышечек то есть не операторы а обычные векторы обычного функции в квадрате на двое энергия выраженная через обобщенные координаты и обобщенный импульс это как вы наверно знаете функция габильтона но в квантовой механике с помощью нее задается уравнение Шейденьера H на Си равно и H D в Си по ДТ а в классической механике с помощью нее задается уравнение габильтона ДАЖ по ДТ хкат равно Пкат с точкой ДАЖ по ДТ пкат равно хкат с точкой и тем самым у нас изменяется соотношение между обычными между скоростями и компонентами импульса ну что наверно можно просто взять выписать уравнение габильтона скажем для частиц вот такой и посмотреть что получится убедиться что мы действительно таким образом получили а правда не электромагнитное поле а только магнитное впрочем мы можем еще добавить что А зависит еще от времени для ну что давайте это проделаем итак вот берем такой выбитый А так 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 ДАЖ по ДХк равно ДА по ДХк равно ну и скалярное произведение ну и скалярное произведение одного на другого это я его как сложную функцию продифференцировал а ДХк зависит только так так Д это у нас что такое это у нас Пкатая с точкой то есть П маленькая катая с точкой плюс плюс АКТ ДАКТ по ДХ МТ сумму ПМ ДХМТ будет так ДАЖ по ДХк это что такое Пкатая минус АКТ на М то есть П маленькая катая с ДМ то есть мы видим что и это равно Хкатая с точкой то есть видите вот тот прежний старый импульс П маленькая вот он связан со скоростью так и теперь вернемся к тому что у нас строчкой выше так давайте здесь вот это вот скалярное произведение напишем как сумму компонентов значит ПМТ П большой МТ стоп П П минус А это можно написать как Х с точкой значит Х МТ с точкой разделить на М ДАМТ по ДХКТ с Сумма Сумма Равно ПКТ с точкой это что это Х КТ с двумя точками разделить на М плюс сумма ПМ ДАКТ по ДХНТ дитут а здесь на М делить не надо я же не ее по ДВЁ перек он перешел от импульсов скорости а здесь на m делить и умножить замечательно получаю второй закон дитона m на xk с двумя точками равно сумму по m d-a-m-t по d-x-k-t минус d-a-m-t по d-x-m-t на x-m-t на x-m-t видите что у вас получается здесь у нас некая антисиметричная матрица составленная из производных вектора a по разным координатам действует на вектор скорости и получается массовое ускорение то есть сила антисимметрия если у нас трехмерное пространство симметричная матрица может быть запараметризована компонентами вот так hz минус ht x нет здесь минус hx hx минус hx hx минус hz и действует такой матрицы на вектор это вектор до умножения так что это давайте этот вектор обозначим как h разделить на c тогда это будет единица на c x x точкой вектор на h ну тут я за знаками не следил в общем так я это обозначил то есть видите все выложится если мы добавим сюда еще явную зависимость а от времени тогда вот сюда здесь добавится еще один член до капель вот это и тогда этот член у нас дальше пройдет вот здесь он будет до капель и сюда с минусом придет до а вектор по дт ну это видите это будет минус до дт электрическая а ротор а вектор это маленький скалярного потенциала я здесь вам не пишу потому что чтобы скалярный потенциал возник наряду вот с этим полем а которое в электродинамике называется вектор надо координату время рассматривать наряду с пространственными координатами тогда окажется что вектор а он на самом деле не трехмерный а четырехмерный а компонента по времени это вот привычный вам со школы скалярный потенциал который есть в электростатике но вообще-то можно выбрать такую параметаризацию определяется неоднозначным можно выбрать такую параметаризацию где скалярный потенциал отсутствует вот ну тут я вы видите заряд нигде не написал ну значит подразумевается что он выбран единичный так что в принципе можно его сюда вписать если мы договоримся что здесь должно быть не а а а умножить на е и поделить на цепочку все так ну эти коэффициенты ЕЦ мы можем всегда выбором единицы измерения положить в единицу так то есть видите что если мы хотим позволить себе делать локальное калибровочное преобразование то нам надо перейти к кавариатному производному а переход к кавариатному производному автоматически означает что вы можете описывать также электромагнитное не просто частицу а частицу в электромагнитном поле разумеется если у вас вначале не было электромагнитного поля то после калибровочного преобразования оно не появится потому что если вы делаете калибровочное преобразование то вот к векторному потенциалу добавляется градиент а ротор от градиента чему равен? ноль то есть вклады калибровочное преобразование в электромагнитное поле не даст то есть те кавариатные производные которые описывают электромагнитное поле они имеют более общего вида чем те что получится просто для свободной частицы из калибровочного преобразования и вот такой объект наверное не буду сейчас из-за лишнего вдаваться в детали если скажем мы добавим еще время в качестве еще одной координаты то мы можем ввести такую вот матрицу dpdx it аж t минус dpdx j а it ну в общем это как та матрица которая у нас там возникает как ротор как магнитное поле только здесь она не 3 натрия а 4 на 4 в этой матрице компоненты такие оказываются x y z минус y минус z минус hz h y минус hx hz минус hx и вот эта матрица она выступая называется тезером электромагнитного поля а с точки зрения дифференциальной геометрии ее могут называть еще тезером кривезви с чем это свет дело в том что что раз у нас есть производная ковриентная, то мы можем определить параллельный перенос. Параллельный перенос только не вектора, а параллельный перенос значения угловой функции в какой-то точке. В принципе, мы уже говорили, что значение угловой функции в точке – это комплексное число, то есть тоже википомерный вектор. И мы можем сказать, что если мы делаем параллельный перенос, то вот вдоль кривой, по которой мы делаем параллельный перенос, ковриентная производная равна 0. То есть было Пси от Х, а мы его смещаем в точку Х плюс ДХ. и оно равно, сейчас скажу, таким образом, чтобы производная вдоль кривой оставалась равна 0. в точке Х плюс ДХ. Все, начинаем собраться, когда кто-то будет что-то писать. Пси от Х, плюс ДХ. Пси от Х. 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 1 минус умножение а на dx Для малых dx это получается такой вот маленький фазовый мышитель Слабо отличающийся от единицы И в результате, если мы делаем параллельный перенос по захватному контуру То мы зарабатываем фазовый мышитель В случае общего положения То есть если мы взяли Интеграл 1 на h А на dx На каком-то замкнутом контур Тот экспонент от этой штуки, умноженный на мнимую единицу Это то, на что умножается волновая функция при таком переносе Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите Так только знак Что вот эта вот штука Это и есть Бесконечно малый кусочек этого подентегрального выражения Будете расписывать подентегральную сумму Там будут суммироваться вот такие же Если вы такого рода скобочки умножаете друг на друга То получаете экспонент Причем этот Мы можем этот интеграл по контуру переписать через теорему стокса Что он равен По хорошему же надо Переписать Е к С Что этот интеграл по контуру Это не что иное, как поток магнитного поля через этот контур То есть циатун Параллельный перенос зависит от траектории Оказывается, присутствие электромагнитного поля Параллельный перенос для волновой функции Зависит от траектории И перенос по замкнутому контуру Что может привести к тому, что волновая функция умножится на мышцы С этим связан, например, такой вполне физический эффект Как эффект аэронового поля Что у вас есть соленоид И есть интерферометр на заряженных частиц Так что одно плечо проходит с одной стороны соленоиды, а с другой стороны соленоиды Если И сдвиг интерференционной картины происходит Сдвиг фаза пропорциональна к магнитному потоку через след Причем, обратите внимание Эффект во многом чудесный Частицы заряжения летят там, где никакого магнитного поля нет Снаружи соленоиды Если соленоиды длинные и тонкие Не обязательно тонкие Длинные и там, хорошо знаменитые Снаружи магнитное поле может быть сколь угодно слабо И вроде бы оно на частицы влиять не должно Но оно влияет И мы, если мы будем писать векторный потенциал для этого к магнитному полю внутри соленоида То мы его не сможем везде снаружи соленоида обратить вновь Потому что вот такой вот интерферен по контуру охватывающему соленоид Должен быть конечным Должен соответствовать потоку магнитного поля через след Ну и, в общем-то, тут параллельный переносик волновой функции Правда, не совсем в чистом виде А еще с умножением на Е в степени и КХ На фазовую волну Дебройля Осуществляют, собственно, сами движущиеся частицы Они убеждаются, что да, они это магнитное поле чувствуют Точнее, не само поле, они чувствуют фазу, которая набегает за счет магнитного поля Мы можем по-разному выбирать калибровку То есть на разные вот такие множители, зависящие от векса Множить нашу волновую функцию Потенциал при этом тоже будет преобразовываться, как я написал Но все физические эффекты останутся прежними То есть, ну, самое большее, что вы можете сделать Это вы можете обнулить векторный потенциал всюду Кроме какого-то разреза, который идет от соленоида до бесконечности На этом разрезе векторный потенциал должен быть бесконечно большой И при пересечении этого разреза волновая функция должна будет терпеть разрыв фазы То есть волновая функция на одном перерывном разрезе на другом Отличается на фазовом уровне, на f степени Вот на такой уровне Потому что в этом случае Весь потенциал, который был размазан по всему контуру Сосредоточился на плоскости разреза Прежде чем переходить к тому, при чем здесь не коммутативность Что я имел в виду название и аннотация Пару слов про другие калибровочные теории Значит, если у нас значение волновой функции в точке Это не просто комплексное число А некий комплексный вектор в каком-то абстрактном пространстве То вместо группы в один Вместо умножения просто на единичные комплексные числа Можно рассматривать какой-то более общий класс преобразования Какие-то там будут комплексные матрицы действовать На значение волновой функции в точке И тогда Вот этот потенциал А Его значение в точке будет не вектор А компоненты вектора будут сами по себе матрицами И по аналогии с этим строятся другие калибровочные теории Ну, в частности, калибровочными теориями является теория слабого взаимодействия, теория сильного взаимодействия То есть только там группы не в один, а послужим А теперь Давайте Вот на что посмотрим Вот здесь Давайте Давайте пока об электромагнитном поле На время забудем И пусть у нас есть координаты х И оператор просто путем умножения на х действует И обычно Без всяких потенциалов Без всяких квалиатных разводов И если мы подействуем этими двумя операторами на волновую функцию В одном порядке И в другом порядке И посчитаем разность То, что мы получим Значит, здесь х Минус и х Дюсси по dx А здесь Плюс и х Дюсси по dx От х умножить на все х Дифференцируем это произведение По правилу лейплица Тот член, где мы дифференцируем Пси Сокращается с этим И остается только тот член, где мы продифференцировали х И х Просто и х И если я буду писать вот так Х Х Х Х Х Х Х То вот эта вот штука Х 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 Ох Обозначается квадратными скобочками Называется коммутатором И для координаты импульса равна и нашу если мы возьмем вот такую вот экспонент E в степени I A на P разделить на постоянную то что это будет? значит это будет экспонент от A на D в от X ну это получается равно 1 плюс A D под X если взять квадрат оператора произгодный, то будет вторая плюс и так далее единица на M в от 3 A в степени E D под X если подействовать такой экспонент на все от X и так далее и так далее и так далее узнаете, что получается? ряд T лора сама функция плюс A на первую производную плюс A в квадрате пополам на вторую производную и так далее этот ряд T лора дает нам все от X плюс то есть экспоненты от оператора импульса дает нам сдвиг по координате а что нам дает экспоненты от оператора координат просто E в степени E B X на H вот тут мы вспомним что такое волна Деброль E в степени E P0 X на постоянную планку это волновая функция описывающая частицу из веса значения импульса которые работают если мы на такую волновую функцию подействуем такой экспонент то видите, что получится к P0 добавится B мы можем любую волновую функцию разложить вот по таким волнам Деброль это соответствует преобразованию Фури и под действием такой экспоненты во всех членах Фури разложения импульс двинется на B то есть экспоненты от оператора импульса дают нам сдвиг по координате а экспоненты от оператора координаты дают нам сдвиг по импульсу и давайте совершим вот такую вот плоскость XP называется фазовой плоскость и давайте в этой фазовой плоскости совершим путешествие по прямоугольнику сдвинемся по координате по импульсу, обратно по координате и обратно по импульсу и посмотрим, что при этом случится так вот, есть ломовая функция сдвигаемся по координате сдвигаемся по импульсу сдвигаемся обратно по координате показатель экспонента а заменился на б на минус и сдвигаемся обратно по импульсу значит, вот это все дает нам все от х плюс а вот это значит, вот эта штука заменяет х на х минус а е в степени минус и в x на h е в степени и в x минус а на h все остается е в степени минус и а в на постоянную планку на все то есть видите, что получилось сдвигаемся сдвигнув значение нашей волновой функции по прямоугольнику фазовой плоскости мы получили что волновая функция умножилась на фазовый множитель показатель экспонента пропорционера а умножить на b то есть площадь того контура который мы обошли такая экспонента вас, наверное, немножко смущает потому что вам может показаться, что эта экспонента должна равняться единице ну, казалось бы произведение экспонента равно экспоненте от суммы но вот это не так потому что показатели экспонента между собой и этих экспонентов между собой не перестановочны и на самом деле то, что я вам здесь вам написал это альтернативное выражение для вот этого вот коммутационного соотношения сейчас я это продемонстрирую вот это вот произведение четырех экспонент раскроет каждый вплоть до второго порядка по альтернативное по альтернативное первое экспонент есть так это один минус что там у нас и b x на так минус одна вторая b в квадрате x в квадрате пополам минус и в квадрате дало нам минус ну следующий плюс и так далее я не буду и среди тощих не написать здесь один минус и а а а h минус 1 вторая а в квадрате и в квадрате ой а в квадрате а в квадрате плюс кандеми 1 плюс и и в квадрате а в квадрате 1 плюс и А в квадрате В квадрате на аж Так, все правильно? Знаете, правильно? Ну как, вы со мной следите? Вроде правильно Ну и давайте выписывать последовательно Сначала члены нулевого порядка Члены нулевого порядка, где нет ни а и б Получится, если из каждой скобки взять по единичке То есть в нулевом порядке По показателям экспонента действительно единица Что будет в линейном порядке По показателям экспонента Линейный порядок получается Если из одной скобки взять линейный, чем А из других трех по единичке Вы понимаете, когда мы открываем скобки То у нас всевозможные комбинации Каждая слагаемая Комбинируется с каждым из всех остальных скобок То есть линейные члены Когда вот это уносит на единицу На единицу, на единицу И аналогично Со всеми остальными То есть в линейном порядке Видите, что у нас получается? У нас получается Что В линейном порядке у нас Ноль Просто сумма вот этих линейных членов Теперь что у нас в квадратичном порядке Квадратичный порядок у нас может возникнуть двумя способами Либо квадратичный член множится на 3 единички Либо множится между собой два линейных члена И на две единички Но сначала сумма квадратичных членов Это минус b в квадрате x в квадрате На аж в квадрате Это вот этот член Плюс вот этот То есть вот это на единицу на единицу Еще с этим тоже самое Еще квадратичный член минус А в квадрате b в квадрате Теперь комбинируем между собой Линейные члены Этот на этот Это минус a, b на а в квадрате x, p Следим за порядком множителей Дальше Этот на этот Плюс b в квадрате x в квадрате Этот на этот Плюс a, b, x на p На аж в квадрате Так Теперь этот на этот Плюс a, b на а в квадрате p, x Этот на этот Плюс a в квадрате p в квадрате На аж в квадрате И остался вот этот на этот Это минус a, b на а в квадрате x на p Значит, вот этот член сократился с этим Этот член сократился с этим Вот эти два члена сократились И что осталось? Осталось 1 Плюс a, b на а в квадрате p, x минус x, p То есть коммутатор p, x Ну, разумеется, плюс o маленькая от а плюс члена высших порядков по а маленькому, b То есть видите, в нулевом порядке по показателям с планетой единицы в линейном порядке ничего а в квадратичном порядке выскочил коммутатор И перед коммутатором стоит как раз тот самый множитель который здесь у нас полез показатель экспонента Ну, если точнее перед коммутатором а все вместе это как раз тот множитель что полезет показатель экспонента то, что коммутатор этот равен i на h так что все вместе a, b разделить на h Устойчивость удачного знака она есть Кстати, кстати, кстати что это тут? a, правильно, минус совпадает не с точностью удачного знака как раз совпадает потому что это же другой порядок множительных коммутатор а это коммутатор он антисимметричен это знак противным образом что же мы такое получили? что если мы делаем параллельный перенос от позаправной траектории в координатном пространстве и зарабатываем фазовые множители то это связано с электромагнитным полем а если мы делаем параллельный перенос по замкнутой траектории в фазовую плоскость в плоскости px это связано с тем что операторы координаты импульса не коммутируют между собой можно сказать что на этом и основана квантовая механика а помните как в теории у нас же тоже были вот вспомните с показателями стояли в ней разы показания в лазер если мы точно так же там прошли по этому квадратику то тоже выскочил коммутатор а с чем это так это общая ситуация А с чем это связано? Со свойствами экспорта И там вы тоже коммутатор были? Ну да, тоже коммутатор Кстати, вот такой бутерброд из экспонента называется групповой коммутатор Вот тот коммутатор называют маточный коммутатор, а этот групповой Для того, чтобы построить матричный коммутатор, нам надо наши операторы уметь умножать и вычитать А чтобы построить групповой коммутатор То есть вот такой вот АВ А-1 В-1 Достаточно наши операции уметь перемножать и брать обратно Видите, тут другая пара операций, чем там Так Поэтому Те матрицы, которые в показателе экспонента И сами экспоненты, это матрицы из разных множеств Показатели экспонента Это из алгебролей А сами экспоненты это из группы Так Ну, хотя у нас Мы увидели Вот такое вот шкодство Электромагнитного поля Соответственно, коммутативностью координаты импульса В квантовом случае Мы можем Перенести все это дело На классический случай На классическую теоретическую механику Для этого нам понадобится Немножко еще повспоминать Гамильтон Формализм Итак, помните, я вам писал Уравнение гамильтона ДН по ДХ КТ Это П КТ с точкой ДН по ДП КТ Это Х КТ с точкой А теперь пусть у нас есть какая-то функция Ф Зависшая от Х и П То есть классическое наблюдаемое Квантовое наблюдаемое Это операторы А классические наблюдаемые Это просто некие функции от координаты импульса И мы хотим посчитать Полную производную управление ДФ по ДТ Что тогда получится ДФ по ДТ Это сумма По К ДФ по ДХ КТ На Х КТ с точкой Плюс ДФ по ДП КТ На П КТ с точкой А Х КТ и П КТ Мы можем сравнение гамильтона выразить И сюда подставить И что мы получаем Сумма К ДФ по ДХ КТ Погодите, минус я где-то забыл Две я не вызову Верно 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 Спасибо Верно 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 то мы получим IH тоже на дельтой силовой края то есть видите, собственно, если коммутатор квантовый разделить на IH то это будет квантовый аналог скобки POS ну и теперь мы можем кое-что на этой основе понять а, ну еще что важно скобка POS, координаты с координатой 0, импульсы с импульсом 0 а координаты с импульсом, с чужим импульсом 0, а со своим родным импульсом единичка и в гамильтоновом формализме вводится фазовое пространство это пространство, где в роли координат выступают все координаты и все импульсы то есть у него в два раза больше размера, чем у координатного пространства и тогда говорится, что координаты и импульс, они вместе координаты на фазовом пространстве и тогда, если у нас есть какие-то координаты на фазовом пространстве давайте будем обозначать, не знаю, как, какие буквы, ну, Y скажем Y Альфа Y Берем от них скобку по осу и тогда скобка по осу нам позволяет определять, кто есть кто если мы взяли две, если обе эти координаты исходно были координаты или оба были исходными импульсами, получим 0 если первая была координата и вторая соответствующая импульс, получим единичку если наоборот, сперва импульс, потом соответствующие координаты, получим мимо с единичку то есть вот это вот альфа-бета, вот же альфа-бета, это вот некая матрица которая позволяет нам определять, где тут координаты, а где тут импульс если мы возьмем матрицу обратную к этой же омеха альфа-бета на G бета-гавна с углом по бета равно дельта альфа то вот эта вот обратная же матрица называется симплектическая форма в общем она, на самом деле, на же очень похожа и вот те координаты, в которых скобка флосоты имеет такой вид те координаты фазного пространства называются канонические механизмы и теомеханики обычно в канонических координатах считают нужным работать но дело в том, что если мы скажем, что пусть вот эта вот G и эту омеха не просто матрица а тензера и тогда мы через эти тензеры выпишем что такое скобка пулосона в общем случае скобка пулосона FH это что такое? это двойная сумма по альфу и по бета df по dy к альфу dh по dy бета g альфу бета то есть это вот эта штука она похожа на скалярное произведение двух градиентов только это какое-то чудное скалярное произведение потому что оно не симметричное, оно антисимметричное при перестановке со множителя меняется знак и мы можем если мы делаем замену координат то вот эти вот градиенты видно что это просто градиенты градиент функции F градиент функции F набор частных производных по всем координатам и мы знаем как преобразуется градиент при замене координат так, так, так так вот здесь df ady альф со штрихом это градиент в новых штрихованных координатах мы можем просто расписать как сложную штуку df dy альфа я штрихи ставлю на индексы, а не на координаты не так больше имею ввиду, что штрихованный индекс и умирает штрихованные координаты d y альфа без штриха d y альфа со штрихом альфа и альфа штриха это разные индексы вот так преобразуется градиент видите, он преобразуется с помощью матрицы а если мы напишем, что g альфа штрих бета штрих преобразуется с помощью обратных матриц в якоме по отношению к этим так 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 альфа бета g альфа бета d y альфа штрих d y альфа штрих d y бета штрих d y бета штрих с юкоби с обратными умножится и сократится и вот при таком определении преобразовании для этого тензор а это стандартное определение как преобразуется компонент тензор видно, что мы можем скобку Пуассона в таком виде писать не обязательно в экономических координатах а в любых координатах которые нам нравятся и тогда получается получается весело потому что вот мы чтобы ввести электромагнитное поле писали в имя теня равен p минус в квадрате в то есть обычную кинетическую энергию частицы переписывали только не через привычный нам импульс который МВ а через некий хитрый обобщенный импульс так, чтобы после вычитания из него вот этого члена как раз получалось МВ выражение в скобках это МВ и мы можем воспользоваться взять подход в чем-то противоположный к тому к чему привыкли тверных они стремятся обычно к тому чтобы координаты были каноническими а гамильтониан тогда вот получается какой-то хитрый а мы можем сделать наоборот мы можем взять неканонические координаты так, чтобы гамильтониан был попроще мы можем написать как привык p маленькая в квадрате на В никаких потенциалов не писать но что тогда будет тогда то, что раньше та информация которая раньше была в гамильтониане вот в этой штуке она никуда не денется она переедет вот в этот транс который задает ну можно сказать кривизну фазового пространства и если в каноническом координатах у фазового пространства у кривизны фазового пространства есть только компоненты единички и минус единички в клетках где пересекаются координаты соответствующие импульс то после таких преобразований вот в эту матрицу влезет еще тензор электромагнитного поля ну как я пишу трехмертные векторы ну туда тогда конкретно влезет магнитное поле если мы хотим чтобы электрическое поле туда еще влезло тогда нам надо время обрабатывать на равных с пространственными координатами на прошлом семинаре я как раз про это кстати говорил и для меня как раз этим и было мотивировано что мы получаем вот у нас напишем вот для этих п маленьких как п маленькое кт п маленькое мт кукупасу это п большое кт минус ек с а кт п большое мт минус ек с на а п мт а мт скобка паосона это как произведение только антисиметричное так что открывая эту скобку у нас будет 4 множителя четыре салагаемых п п п а а п а а п мт п мт минус ек с а кт п мт минус ек с п кт а мт плюс ек с а как ек с а мт впрочем этот член ноль потому что это п большой это канонические координаты этот член тоже ноль потому что а зависит только от иксов а не зависит от п смотрим вот на обычную скобку пасонов вот эту скобку пасонов канонических координат а что остается в этой скобке пуассона у нас будет только один член потому что производная от п мт отличная от нуля только если мы дифференцируем по мт по ему самому тогда это единица понятно ли это в внимание пожарная треховая сработала пожарная сигнализация сработала а здесь противоположным знаком плюс ес д а мт д а а д х получается ес на ф к д а мт д а д а д а д а д а д а д а а д д а д а т д а д а д а а если мы перейдем это то же самое, что g, только уже давайте напишем i b, k, b, m это тот же самый тензор g, только уже вне канонических координатах если мы эту матрицу обратим x, x в этих координатах по-прежнему 0 а x, p по-прежнему на индексах если мы эту матрицу обратим то тогда вот этот вот интересный блок, содержащий электромагнитное поле переедет из p, p в x, x тогда это как раз будет привычно к тому, что мы имеем для обычной калибровочной теории электромагнитного поля потому что и тут вот есть некая аналогия с не аналогия, а некий духа общей теории относительности что мы загоняем какие-то характеристики системы в геометрии это уже специальная теория относительности начинается когда все релятивистские эффекты очень удобно описываются если мы ввели геометрию метро потом в общей теории относительности мы уже в псевдоримодовую геометрию искривленного пространства времени загоняем не только релятивистские эффекты загоняем туда все, что связано с гравитационным полем с ниверциальными системами кардиналов а здесь мы тоже в геометрию потому что вот эти структуры тензор-жин или если хотите тензор-омер это структуры, которые задают геометрию фазового пространства эта геометрия называется симплектической геометрией вот мы симплектическую геометрию можем загнать в электромагнитную и вместо того, чтобы как вот при выкрытии в механике симплектическая геометрия фазового пространства фиксирована а могут быть разные гамильтонианы мы можем действовать наоборот мы можем практически все гамильтонианы записать в одинаковой форме вот в такой форме или в такой форме, как было на прошлом семинаре если еще время добавить равнее с прошлыми координатами а то есть все гамильтонианы описываются в одинаковой форме но зато все нетривиальное, что касается жизни частицы описывается и симплектической геометрией фазового пространства ну и на этом я бы пожалуй остановился если есть вопросы постараюсь на них ответить нет вопросов нет вопросов если вопросов нет давайте 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 давайте